Здравствуйте, наши дорогие друзья! И сегодня мы продолжаем цикл по страницам школьной программы. И вашему вниманию будет предложено произведение канадского писателя Эрнеста Сеттен Томпсона. Называется произведение «От чего синицы раз в году теряют рассудок». Давно в минувшие времена, когда на Севере Америки еще не бывало зимы, синицы весело жили в лесах вместе с корольками, кедровиками и другими своими родственниками и ни о чем не заботились, кроме удовольствия. Но вот однажды осенью мать природа предупредила всех пернатых пивуней, что они должны поскорее улететь на юг, так как сюда надвигаются могущественные враги. Снег, холод и голод, бороться с которыми для многих будет очень трудно. Кедровики и другие родственницы синиц принялись обсуждать, куда лететь. И только синица, предводительница всей стаи, хохотала, кувыркаясь на сучке, как на трапеции. Отправляться в такую даль, пищала она, вот еще, нам и здесь хорошо, в раке не будет ни снега, ни холода, ни голода. Никогда во всю свою жизнь ничего подобного я не видала и не слыхала, даже от стариков. Но кедровики и корольки так волновались и трусили, что в конце концов их волнение передавалось и многим синицам. Они даже оставили на время свои забавы и принялись допытываться у родственников, в чем собственно дело. Те разъясняли, как и могли, что надвигается опасность и надо немедленно улетать в теплые страны. Выслушав своих умных родственников, синицы опять только расхохотались, снова принялись беззаботно распевать и летать на перегонке. Между тем, корольки и другие птички стали готовиться к длинному путешествию и разузнавать дорогу на юг. Большая широкая река, текущая к югу, луна в небе и дикие гуси, также переселявшиеся в теплые страны, должны были им служить путеводителям. Чтобы их не заметили коршуны, решено было отправиться в путь ночью. Начиналась буря, но и этот переселенцы решили не обращать внимания. Вечером отлетающие птички расселись на деревьях и стали ждать восхода луны. Синицы собрались провожать своих сумасшедших родственников и продолжали насмехаться над ними. Как только холодная луна поднялась над горизонтом, вся огромная стая пернатых переселенцев сразу вспорхнула и, попрощавшись с синицами, плавно понеслась к югу. Прижилав им вместо счастливого пути скорейшего возвращения, беспечные синицы, перелетая друг через друга и, кувыркаясь в воздухе, шумно помчались к опусевшему лесу. Нам будет гораздо лучше без этих чудаков, щепетали они, просторнее, да и весь корм достанется нам. И они веселее прежнего стали играть и баловаться. Между тем, после сильной бури действительно пошел снег и наступили холода. Непривычные синицы совсем растерялись, куда девалась их была веселость. Им стало страшно, холодно, голодно. Беспомощно носились они по лесу, ища, у кого бы спросить совета, у кого бы узнать, как найти путь на юг. Но, увы, кроме них во всем громадном лесу не оказалось ни одной певчей птички. Они припомнили, что переселенцы полетели над рекой. Но как теперь узнать эту реку, когда все вокруг занесено снегом? Как-то раз с юга пахнул теплый ветерок и поведал легкомысленным певуньям, что их родственники, послушные указания мудрой матери природы, отлично устроились на теплом благодатном юге. Но что та, та же мать природа, разгневанная непослушными синицами, приказывает им оставить всякую надежду на переселение в теплые страны и приспосабляться, как сами знают, к изменившемуся климату на их родине. Не хотели слушаться вовремя? Теперь пусть пеняют на себя. Мало было утешительной в этой вести, но она подействовала на синиц самым отрезвляющим образом, заставила их призадуматься и примириться с новыми условиями жизни. Синицы приободрились и развеселились, решив, что можно жить и среди снега. Они снова стали весело чирикать, гоняться друг за дружкой, прыгать по из-за индивевшим веткам деревьев. Они чувствовали себя по-прежнему вполне счастливы. Во время метели и морозов они спокойно сидели в теплых гнездышках, устроенных в дупло старых деревьях. И как только после суровой зимы пахнет теплым предвесенним ветерком, одна из них радостно запевает. Весна идет, а хор весело подхватывает песню. Люди слушают, как звенят радостные голоса птиц в занесенном снегом лесу, и тоже начинают радоваться скорой весне. Они знают, что предсказания этих маленьких предвесенц всегда верны. Но раз в году, в глубокой осенью, когда по опустевшему лесному царству зашумит, загудит и зававит холодный ветер, со всеми синицами творится что-то странное. Они на несколько дней теряют рассудок и начинают, точно угорелые, метаться между деревьями и забираться куда попало, даже в самые опасные места. Их тогда можно видеть и в лугах, и в степях, и в городах, в подвалах, амбарах, сараях, словом, всюду, где не следует быть маленькой лесной птичей. И если вам случится в это время года встретить в подобных местах синиц, то так и знайте, что они временно сошлись ума. Это помешательство связано у них с воспоминанием о том времени, когда они, по легкомыслию, отказались переселиться вместе с перелетными птицами в теплые страны благодатного юга. Спасибо всем за внимание.